здравствуйте сейчас я записываю серию коротких видео как-то такая неделя у меня о канцелярии которую я приобрела потому что она мне понравилась или я заинтересовалась конечно же когда я покупаю я не знаю ничего о качестве еще этого продукта или наоборот мне посоветовали этот продукт как как сейчас еще я не тестировала эти ручки как вот с ручками от шнайдер слайдер edge мне посоветовал зрителей обратить внимание так как я в принципе впервые скажем открыла для себя некоторые ручки шнайдер и ручка шнайдер есть еще у меня вот такая чернильная я очень люблю чернильные ручки я пишу чернильными ручками пишу постоянно они у меня точно так же как и обычные ручки везде находятся в моих пеналах в моих сумках и в моих блокнотах стоят поэтому чернильные ручки я исследую одно из последних исследований это ручка которую я купила вашан очень очень бюджетные при этом очень классная обращаю ваше внимание кто любитель таких ручек можете тоже посмотреть есть на нее обзор и они до сих пор есть в ашане так что можно приобрести также у меня есть вот такого плана ручка она пишет так очень толсто мне кажется это элька если есть такой размер потому что больше ничего не указано я купила целый набор из трех или трех или четырех ручек по стоимости в районе 6 долларов по сути это доллар с маленьким хвостиком доллар пятьдесят получилась одна чернильная ручка которая пишет выглядит очень классно и и пишет очень хорошо я с удовольствием ею пишу и она хорошо работает я думаю что те кто пишут чернильными ручками знают как в принципе работают ручки на бумаге более такой шероховатой вот вы можете видеть как она пишет в моем моем скетчбуке с которым я веду разные разные записи подсматривая что-то интересное в журналах вот такой у меня есть большой красивый скетчбук сейчас может может у меня получится покажу чуть больше его вот так вот такой скетчбук она прекрасно справляется с бумагой скетчбука он он больше для карандашей поэтому у него есть некая шероховатость и ручка чудесно справляется много обзоров сейчас выходит и вот я хочу вернуться к ручке шнайдер чернильная ручка с шнайдер она она дороже я посмотрела я увидела стоимость на эту ручку 193 гривны это по сути это в принципе 5 долларов но я ее купила намного дешевле и поняла почему потому что она шла без без картриджей в комплекте если вы увидите с картриджами к в комплекте то она будет в районе 5 долларов свою ручку я купила за за два с половиной доллара выбрала белую есть еще черная называется эта ручка так чтобы правильно сказать ее название c от classic basic у нее перо м бывает она черная и бывает и бывает белая всего два вида это базовые ручки я думаю что шнайдер эти ручка выпускает для того чтобы был было легко компаниям наносить свои логотипы на такие ручки и в виде презентов их раздавать перо здесь один вид пера м никаких других вариантов пера не предлагается что мы мне очень понравилось вот этот вот этот срез на хвостике посмотрите как он красиво выглядит очень интересный дизайн она такая дутая вот хорошие красивые интересные изгибы здесь на колпачке точно такой же срез как и здесь я люблю такие неожиданные дизайны и прорезиненные основания вот пожалуйста прорезиненные основания а если вы покупаете правша или левша независимо от этого ручкой может пользоваться и человек который пишет правой рукой и человек который пишет левой рукой это мне кажется такие вот изгибы очень необычные во первых здесь косой срез немножко сам по себе даже закругленный дизайн пыбка это она имеет такой выступ посмотрите как красиво сделано клипса клипса очень надежная потому что такая чернильная ручка если взять ее в черном цвете она уже будет претендовать на классическую мужскую ручку для носки в пиджаке что еще здесь есть здесь есть такой момент стальное усиленное перо так когда для для меня в принципе наверное это не не ощутимо потому что у меня очень много ручек и я постоянно их меняю и износостойкость не могу оценить но те кто покупает одну ручку пишет ею постоянно то скорее всего люди оценят это отзывы о ручке хорошие и здесь еще есть важный момент я ее купила картриджей здесь не было открываем смотрим что здесь внутри здесь внутри вот такой пустой картридж заглушка стоит я прекрасно понимаю что у меня есть тоже видео были приобретены картриджи от от компании zibi и к из болгарская чудовая компания которая ну вот стоимость вот этих всех картриджей это я уже их подоставала все вместе 33 но это по сути по сути я купила меньше чем за доллар три или четыре упаковки я уже и все подоставала вот такие карты же не подумала ну чудесно ручка за 2 доллара и и картриджи по сути поэтому я сейчас просто поменяю я поставлю сюда я думаю что очень слышно как я открываю эти картриджи сейчас мы попробуем немножко подальше я попробую этот звук увести и прямо протестируем во время записи видео вот черный картридж вот они совпадают это европейский стандарт вставляем должен быть такой щелчок вставили слушайте у меня там картридж вот мне даже один картридж был внутри но я смотрю что она предлагается с четырьмя картриджами в упаковке вот то что я сказала что стоит дороже сто девяносто три гривны там упаковочка и к ней несколько картриджей а здесь видите картридж внутри вот я не посмотрела но поставила уже черный потому что мне хочется у меня есть сиреневый и синий картридж внутри черной ручки а вот черный черный я добавлю скетчбук попробуем в этом скетчбуке потому что мне хотелось бы обратить ваше внимание на эти скетчбуке я сделаю листики с разными мелкими записками я сделаю на него он уже у меня закончился здесь я положила закладочку где у меня есть свободный листик здесь у меня свободный листик где я могу попробовать заправили и пробуем как будет работать м смотрите очень 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 жирное перо будьте готовы к этому вот так пишет ручка вот вот я считала что у меня это ручка пишет по жирному ну да она все-таки еще более более жирнее скажем так как как-то вот ощущается конечно как идет подача черного ну вот мне кажется отличный результат и мне нравится вот этот вот ее дизайн такой обзор значит стержень капсулы заправлю заправка подходит картриджи картриджи подходят разные вот так мы положим их здесь рядышком нужно немножко немножко как бы так прокачать чуть-чуть прижав чуть-чуть буквально потому что можем получить обратный эффект и он просто ну чернила вытекут вот такая как раз хорошая подача нужно дать немножко вот здесь это и вы когда будете расписывать ручки вообще чернильные постарайтесь дать чернилам особенно если ручка недорогая постарайтесь дать чернилам возможность пройти через весь этот механизм через перо через вот эту заднюю часть у пера где стекают по которой чернила на пишущий кончик буквально несколько таких аккуратных точечек попробуйте поставить немножко под нажимом чуть-чуть вот не делайте насильственных движений ручкой чтобы не из не испортить перо потому что перо это такой очень очень тонкий инструмент сфокусируйся пожалуйста вот очень тонкий элегантный красивый инструмент вот пожалуйста чудесно так что могу вам порекомендовать такую ручку еще от шнайдер и хотела рассказать о этих блокнотах перейдите пожалуйста в следующее видео скетч скетч буки от киевстайл их сейчас не выпускают но я зашла к ним на сайт и во первых хочу показать блокнот он уже у меня закончился с удовольствием поделюсь я я здесь не рисовала это скетчбук но я в нем не рисовала